Владивосток принято считать столицей российского серфинга. Именно поэтому большинство туристов приезжает в период высоких волн. Специалисты из школы серфинга СУЭЛ рассказали нашему телеканалу о всех тонкостях данного вида спорта. Теория, она необходима, чтобы было понимание, как вести себя на воде. Инструктор объясняет, как образуется волна, какое правильное положение на доске занимать. Стойку показывает, определяет вообще ведущую ногу. Есть нюансы, которые просто, даже посмотрев ютуб, не поймешь. Это нужно, чтобы кто-то объяснил, кто-то показал. И даже если можно посмотреть видео на ютубе, но по факту, когда начинаешь это делать, все равно со стороны инструктор покажет, как правильно поставить ногу, какое правильное положение на доске занять. Прежде чем готовиться заниматься серфингом, специалисты рекомендуют хорошо закрепить свои плавательные навыки в водоеме или бассейне, так как в основном начинающий серфер будет проводить свое время в воде, а не на доске. Также необходимо правильно подобрать гидрокостюм и доску. Можете посмотреть, они прям жесткие. Они хрупкие, поэтому это такой уже уровень катания должен быть достаточным, чтобы на них кататься. Если мягкие доски, они терпят какие-то удары носом или релом, камнем, то хард-доски никаких ошибок не прощают. Они очень хрупкие, их очень сложно ремонтировать, и это дорого, достаточно. Перед тем, как отправиться в море, новичок должен обучиться теоретическим навыкам, чтобы уверенно чувствовать себя при волне. Только после выполнения всех норм можно переходить к практической части. Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом.